Добрый вечер на ТНВ новости Татарстана в студии Лисан Сабировой в начале коротко о главных событиях этого дня. Добрый вечер на ТНВ новости Татарстана в студии Лисан Сабировой. Мы слышали знакомых, болельщиков, кому кто нравится. Какие сюрпризы ждут звезд мирового футбола в столице республики, узнал Сергей Хайдаров. Сегодня в Казани горел торговый центр «Порт». Пожар тушили почти 6 часов. Дым охвозил почти 3000 квадратных метров. Была угроза обрушения. Человеческих жертв удалось избежать, но, судя по всему, нанесен серьезный материальный ущерб. Вся информация с места ЧП докладывалась президенту республики. Что могут стать причиной пожара и как собираются помогать пострадавшим бизнесменам, узнал Дмитрий Аринин. У нас там товар, понимаете, совсем разные вещи. Если бы я сейчас был покупатель, я пришел, ага, подождите, дайте мне сказать. Такие эмоции вызвал пожар в торговом центре. Возгорание произошло в половине девятого утра. В это время работа здесь только начиналась. Все, кто был в здании, поспешили эвакуировать. Когда всех эвакуировали из здания, снаружи выставили оцепление. Вот, наверное, вы видите. Здесь же расположились кареты скорой помощи, полиция и там дальше пожарные машины. Снаружи собрались несколько сотен, если не тысяч человек. Они остались ждать, когда же и чем все закончится. Многие рыдали и порывались спасать свое имущество. В этом торговом центре вместе с крупной федеральной торговой сетью и кафе свои торговые точки имели около 400 предпринимателей. Не у всех имущество было застраховано, хотя его стоимость порой составляла миллионы рублей. Очень много товара. Был большой контейнер, все сгорело, видимо. На какую сумму, например, ущерб? Миллион-полтора. Жадность наша не дала застраховать. Понимаете, все говорили застраховать. А страховка дорогая была? Десять тысяч. Около моего отдела перегородка противопожарная. Есть надежда, но с другой стороны такой дым все равно все будет испорчено. Не хочу, понимаете, не хочу. Я погорелец в трех торговых центрах, у меня нет сего говорить. К торговому центру приехали около тысячи сотрудников экстренных служб, а также столичные руководители во главе с Эльсуром Медшином. Очаг возгорания был на первом этаже. Огонь не хватило около двух тысяч квадратных метров. Как рассказали в МЧС, из-за высокой температуры была угроза обрушения второго этажа. Большая температура, даже бетон, огнестойкость бетона от нее более двух с половиной часов выдерживает. Поэтому, когда в отдельных участках тушения пожаров доходило, мы людей выводили. Общая площадь этого торгового центра около 30 тысяч квадратных метров. Порт открылся в начале 2016 года. Тремя смежными зданиями владеют компании Ран Капитал, Вазифа, кондитерская фабрика Заря. В этом году, после трагедии в Кемерово, в них уже проверили пожарную безопасность. В ходе проверки в одном из них, где сегодня, собственно, и произошло возгорание, были обнаружены нарушения правил пожарной безопасности. В частности, помещения пищеблока в двух кафе не были выгрожены противопожарной сертифицированной дверью с пределом огнестойкости. Также к работе допускались сотрудники, которые не прошли обучение мерам пожарной безопасности. Прокуратура района возбудила в отношении собственников здания административные дела. Должностные лица были подвергнуты штрафам. 15 мая текущего года прокуратура направила в адрес районного подразделения МЧС требования о проведении повторной проверки. МЧС проинформировала о том, что все указанные нарушения были устранены в полном объеме. Представители администрации торгового центра заявляют, системы сигнализации и пожаротушения сработали как надо. Причиной возгорания могла стать чья-то неосторожность. Все сработки, все было как положено. Все сработало, все тушилось. Очагом что было? Очагом? Ну, пока я ничего вам не скажу, потому что не знаю. Но, скорее всего, кто-то поставил чайник. Вот и все. Пожар потушили в 2 часа дня. Жертв нет. Возбуждено уголовное дело по статье «Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности». Республика окажет помощь пострадавшим бизнесменам. Сейчас нужно понять, какая помощь нужна предпринимателям. Мы услышали, что есть вопросы по текущим кредитам. Естественно, необходимо проработать с банками возможную отсрочку. Министерство экономики распаковывает программу центра микрофинансирования. По льготной ставке 5% годовых они готовы предоставлять до 3 миллионов рублей. Город Казань проводит сейчас работу. Исполнительный комитет анализирует, где и в каких торговых центрах есть свободная площадь, для того, чтобы предприниматели могли продолжить свою работу. Также бизнесменам помогут восстановить утерянные в пожаре документы. Точную же причину возгорания и нанесенный материальный ущерб сейчас предстоит установить экспертам. Дмитрий Иринин, Андерсон Тальцев, Чулпан Касим, Варамзель Гарипов, ТНВ, Казань. Горячей точкой для столицы остается генплан. Завтра в городе пройдут последние слушания. А сегодня неравнодушные к будущему Казани жители собрались на площадке 140-й гимназии в Дербышках. Почему вопросы прежние, а ответы изменились? Лина Зинатулина. Всех посчитают и всех услышат. К началу встречи на публичное обсуждение зарегистрировались больше 250 человек. Те, у кого есть вопросы, заранее регистрируются в Управлении архитектуры или встают в живую очередь. И очередь по-прежнему длинная, хотя плакатами с лозунгами зал уже не пестрит. Проблемные моменты и те же жители Саумачи, например, против проезда номер 11 через свой поселок. Мы считаем, что проезд 1, который огибает все наши поселки и идет кольцом, как раз может решить все вышеописанные проблемы. И именно у этого проезда должна быть первая очередность. А проезд 11 в районе улицы Яркой отложить для реализации и привязать его к выносу труб. Сейчас мы пытаемся этот 11-й проезд разделить на две части. Справа в одну сторону, слева от трубопровода, в другую сторону. Тем самым сделать вид, что это дороги четвертой категории, которые могут располагаться от трубопровода на совершенно другом расстоянии, не задев двой застройки вообще. Поэтому улицу Яркая. Спасибо и вас тоже. Активны сегодня и дачники. Каждый уточняет, коснется ли его садового товарищества новая трасса. Нам шлют по ватсапу картинки. Страшно, что по нашей аллее, допустим, это будет проходить. СНД фото у меня. Дорога идет по северному краю Абудаби, прижимаясь к самому поселку с северной части. И не затрагивает все, что с северной дороги. Не меньше, чем за свои дома, многие переживают и за дом общий. Особенно на площадке в Дербышках много беспокойства за березовую рощу. Если слушать внимательные комментарии господина Григорьева к этой схеме, то получается половина зеленой зоны будет закатана под асфальт. Мы не трогаем березовую рощу, мы не трогаем улицу Губровка и все остальное. Про какую половину озеленения, которую мы закатываем в асфальт, я не понимаю, о чем вы говорите. Давайте еще раз внимательно посмотрите все схемы, посмотрите количество дорог, которые у нас идут по зелени. А их буквально там 2-3 штуки на самом деле на весь этот план. Последние слушания пройдут завтра в 2 часа дня в Докамирной и в 5 вечера в 27-й гимназии. Осенью генплан ждет утверждение в Казгурдуме и пока у каждого есть шанс внести в него свои пожелания. Линзия Анатольевна, Амир Залюшев, ТНВ, Казань. В этом году в Татарстане достроят 7 долевых домов. Начинает работу Республиканский фонд поддержки обманутых дольщиков. Сегодня стало известно, что фонду передадут 240 гектаров земли и выделят 100 миллионов рублей. Об этом сообщили в Казанском Кремле. Вот там вот на 15 этаже находится моя квартира, которую я приобрел в 2012 году. Тогда этот дом уже облицевали и даже начали внутреннюю отделку. Но вместо долгожданного новоселья 7 лет ожидания. Ипотечный кредит по 15 тысяч рублей в месяц. Сейчас семья Павла Тобольского ютится в квартире родственников. Когда я приобретал квартиру, у меня жена еще даже не была беременной. На данный момент у меня уже трое детей. И до сих пор не могу еще въехать в свою квартиру. И уже и квартира, которую я приобрел, она уже не актуальна, так как она уже маленькая. Надо уже покупать следующую, а я еще и это не получил. Этот дом на перекрестке Амирхана-Чистопольска – один из самых проблемных долгостроев в Казани. Его фундамент заложили еще в 2004-м. Активно дом начали поднимать в 2012-м. Сразу с третьего до 21-го этажа. Но потом стройка встала. Как сообщили сегодня в Казанском Кремле, срок сдачи объекта – 2020 год. Проблемами обманутых дольщиков займется Республиканский фонд. Сегодня-завтра выйдет постановление правительства. На контроле сейчас 25 долгостроев. Более 4 тысяч человек ждут новоселья. Инвесторам-застройщикам предлагают 15 земельных участков. Общей площадью – 255 гектаров. Инвестору предлагается земля. На основе этого он вкладывает средства на достройку проблемных домов. Суммы у каждого объекта разные. Инвесторы, с которыми уже достигнуты договоренности – это ООО «Октаж», строительная компания «Бриз», «Комосстрой», которые зарегистрированы в Жевске, «Профитгрупп» Набережные Челны, «Евростиль» Набережные Челны. Распоряжением президента республики планируется передать фонду 100 миллионов рублей. Дольщики смогут продать свои квартиры. Стоимость будут считать на момент заключения договора. Такой вариант рассмотрит для ЖК «Золотая середина», где суд принял решение о сносе половины дома, признав его самовольной постройкой. Что касается остальных объектов, график сдачи уже определен. В этом году планируют сдать дом номер 5 в ЖК «МЧС», ЖК «Яшлег» в Куюках, дом по улице Строителей Зеленодольский и по улице Зиновьева в Бавлах. Анна Городнова, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Одна без еды – средств существования, а главное – человеческого тепла. 79-летняя пенсионерка Зайдуна Казизова из Нижнекамска осталась без заботы родственников. В итоге полное истощение организма. Прямо во время съемок этого сюжета женщина не выдержала и потеряла сознание. Подробно о ситуации. Альбина Минибаева. Мама, у меня очень плохо. К такому съемочная группа точно не была готова. 79-летняя Зайдуна Казизова упала и потеряла сознание. Настолько истощена. Без еды и, возможно, даже воды она прожила всю последнюю неделю. Вот заходит, вот подкармливает. Раньше кормили, вот уже неделю не смогли попасть. Зайти в квартиру пенсионерки смогли только с помощью спасателей. Пришлось выломать окно. По словам соседей, женщина психически нездорова. Она стонет, кричит и зовет на помощь. Приехали в воскресенье после обеда с прокуратурой, со всех скорой. Через окошко залезли, мы дверь открыли. Но она лежит на полу, ну, с сознанием, ну, двигаться не может. Человек, который, ну, практически обездвижен, не может ни ухаживать за собой. Также, мы не знаем, может она газ включить или еще что-нибудь. То есть, если произойдет несчастный случай, кто за это будет отвечать, мы не знаем. По словам соседей, за бабушкой ухаживала сожительница, родственника. Но месяц назад бабушка якобы разругалась с женщиной. Единственный сын умер, но у Зайтуны Газизовой остались внук и сноха. Они живут в Казани, однако, по словам соседей, навещать пенсионерку крайне редко. Ранее помощь предлагали и сотрудники Центра Милосердия. Как нам сказали здесь, бабушка от нее отказалась. Она является клиентом психоневрологического диспансера с 2006 года. Мы ее будем держать на контроле. Если все нормально, мы будем оформлять документы в интернат. Пока работала съемочная группа, к бабушке приехала бригада скорой помощи. Но от инъекции лучше ей не стало. У бабушки диагностировали кому и увезли ее в реанимацию. Альбина Минебаева, Альбина Валеева, Рафаэль Ракипов. ТНВ. Нижнекамск. Школьницу вынудили перед сдачей ЕГЭ раздеться. Информация о Нижнекамском инциденте быстро разлетелась по социальным сетям. Сегодня эту ситуацию нам прокомментировали в Министерстве образования Республики. По рассказам матери школьницы, перед экзаменом по химии старшеклассники должны были пройти через рамку металлодетектора. Прибор несколько раз среагировал. Девушка направилась в соседнюю комнату, разделась и только потом смогла попасть на экзамен. Видимо, девочка на эмоциях решила сама. Она зашла в комнату, которая была предоставлена охране, переоделась, сняла верхнее белье, имеется в виду верхнюю часть нижнего белья, оделась по новой и вышла. Организаторы ППЭ даже не предполагали, что она совершила такой поступок. Колумбия Пикчерс не представляет, что водители за рулем вытворяют. Татарстанские ГИБДД предлагают штрафовать водителей за любое использование мобильных средств за рулем. Эту идею озвучили сегодня на заседании Комитета Госсовета по законности и правопорядку. По данным инспекторов, растет количество ДТП, когда причиной становятся гаджеты. Некоторые умудряются не только вести переписку, но и смотреть фильмы за рулем. Сейчас водители могут штрафовать только за разговор по мобильному телефону. Один из фактов, который демонстрировался на правительственной комиссии, когда водитель автобуса положил себя на руль планшет и смотрит там какой-то сериал, управляя при этом автобусом, везет, перевозит пассажиров и смотрит, ну что-то смотрит. Сейчас не могу сказать какой сериал, если честно, потому что снимал пассажир на свой телефон, но однако это был факт такой. Такие примеры у нас есть. Это новости Татарстана и смотрите далее. Отдельный реанимационный кабинет на фан-фестивале и врачи с опытом работы на Кубке Конфедерации. Обращаются и спортсменов привозят, и тренера, и болельщики. Как медицинское обеспечение в Казани готово к чемпионату мира узнал Салават Хумадулян. Месси и Салах в Казани. Мы слушали знакомых, болельщиков, кому-то нравится. Какие сюрпризы ждут звезд мирового футбола в столице республики, узнал Сергей Хайдаров. Рустам Миниханов отказался от звания почетного доктора КФУ. Он готов принять его только после завершения работы на должности президента. Об этом сообщили в Казанском Кремле. Рустам Миниханов поблагодарил за присвоение столь почетного звания. Он принимает активное участие в жизни вуза как глава попечительского совета. Население не останется без электроэнергии даже в случае аварии на линии. Сетевая компания возрождает технологии работ на воздушной линии без отключения напряжения. Выход на потенциал провода, замена распорок, изоляторов, гирлянде. Так проходит обучение бригады электромонтеров. Воздушная линия 500 кВт. Все работы проводятся под напряжением. Работники в специальной экипировке. Я думал, что будет прям пробьет. Ощущения приятные, а в итоге все легко и просто оказывается. Просто надо спокойно все делать. Я видел искры по пальцам, как бегают, когда изолятор трогаешь. То есть, да, искра пробегает, дуга, а ощущений каких нет. Учебные работы проходили на воздушной линии Зайгрес-Киндири. Бригада из 11 человек сначала изучила теорию. Затем два дня практики. Итогом курса станет экзамен. Ребята все ответственны к учебе, относятся. Знают, что работа ответственная, работа опасная. Но при соблюдении правил все достаточно безопасно. В филиале сетевой компании говорят, за работы под напряжением будущее. К тому же в советское время уже работали по этой технологии. Это в первую очередь мы обеспечиваем надежность. Мы работаем, повышаем клинитоориентированность наших абонентов. То есть, мы уменьшаем время отключения, период отключения линии высокого напряжения. И в этом есть заинтересованность и сетевая компания. Данная работа нам позволяет снизить количество коммутации на высоком уровне. Принести какие-то экономические эффекты для самой компании. Работа эта приоритетная для нашей компании. Поездив по разным странам, мы увидели, что и Америка, и Европа эти работы выполняет. Ну и Татарстан один из передовых регионов России. Поэтому мы ставим себе высокие планки и реализуем. Обученная бригада пока одна. Но она может обслуживать в случае необходимости районы республики. И даже работать в соседних регионах. Футболистов Мундиаля готовы принять в казанских больницах. Специально к чемпионату мира закуплено новое оборудование. А врачи прошли курсы для работы на ФИФА. Как помогает медикам школа-универсиады, чемпионаты мира по водным видам спорта. И почему пациенты все равны. Салават Мухаммадуллин. Вот это первый кабинет, куда пациент, независимо от полученной травмы или от обострения какого-то заболевания, попадает в эту противошелковую палату. Это не важно, футболисты... Нет, независимо. Футболисты, болельщики, или это тренер какой-то, или это вот среди нашего населения. Здесь пациента встречает целая команда врачей. Равиа Мухина одна из них. У ревматолога за плечами опыт работы на универсиаде и чемпионате мира по водным видам спорта. Вспоминаю случай, когда привезли друг за другом двух пловцов, которые с низким давлением, с низким пульсом. И мы их реанимировали, можно сказать, вот в этой палате. Я помню из Германии спортсмена, которому было уже под 70. У нас он находился где-то 2-3 дня. Но был очень доволен обслуживанием, первой помощью. Специально к чемпионату мира в 7-й городской больнице закупили новый аппарат МРТ. Именно на нем будут проходить обследования футболистов в случае травм голеностопа, суставов или костей. Хотя, как мы видим, на уровне со звездами мундиаля аппаратом пользуются и рядовые казанцы. Это уже реанимационная палата для звезд мирового спорта. К счастью, пока их здесь еще не было. И врачи надеются, что не будет. Основное внимание к медицинским бригадам. Их будет 26. Дополнительно к этому еще 25 скорых и 12 медпунктов. У нас добавился фан-фест, фестиваль болельщиков. Для нас это еще один объект, дополнительный объект. И, соответственно, там также мы организовали работу медицинского пункта, мобильных медицинских бригад, бригад скорой медицинской помощи. Там также будут нам помогать волонтеры со знанием английского языка. На берегу казанки откроют и реанимационную кровать. В случае же ЧП госпитали ФИФА в Казани ТРКБ и 7-я больница готовы принять до 1000 человек. Салават Мухаммадуллин, Даниил Филатов, ТНВ, Казань. Лионель Месси и Мохаммед Саллах уже в Казани. Такое стало возможным благодаря местным мастерам мозаики. Они создали картины со звездами мирового футбола из морской гальки. На каждую работу ушло почти 60 килограммов камня. Увидят ли футболисты свои портреты лично Сергей Хайдаров. Мы используем морскую гальку и цветное стекло. Не на полях стадионов Мундиали, а в храме всех религий Казани. Речь о звездах мирового футбола Мухаммеда Саллахи и Лионели Месси. Первым здесь появился египтянин еще два месяца назад. Состав мастеров мозаики исключительно женский, поэтому кого именно изобразить на картине узнавали у друзей. Больше слушали знакомых, болельщиков, кому кто нравится, восходящие звезды этого года. Камушек за камушком в итоге в храме всех религий новые иконы, футбольные. И если Саллах к чемпионату уже готов, то Месси только обретает свое очертание. На одну такую работу уходит 60 килограммов камня и два месяца времени. На изготовление вот такой картины из морской гальки уходит огромное количество материала. Именно поэтому мастера считают его не поштучно, а мешками. И на сборку вот этого Мухаммеда Саллаха у них ушло три мешка морской гальки. Причем материал, по мнению мастеров, очень важен. От его выбора зависит не только, как будет выглядеть картина, но и какую энергетику она будет излучать. На нее смотришь или гладишь, ощущаешь эту энергию. Скажите, а согласились бы подарить эту картину либо Лианне Люмесе, либо Саллаху? Да мы были бы рады. Для нас это было бы счастье. Однако на групповом этапе эти футболисты в Казани не сыграют. Но мастера верят в силу интернета и в то, что через болельщиков со всего мира футболисты все же увидят свои портреты. Казанцы же смогут сфотографироваться с каменными Месси и Салахом на Баумана. Сергей Хайдаров, Рамзель Гарипов, ТНВ, Казань. Волна музыки накроет страну. Впервые казанский фестиваль детского творчества «Добрая волна» выйдет за пределы Татарстана. Конкурс пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Владивостоке, Севастополе, Краснодарском крае и в Курске. Старт отборочным туром дали сегодня композитор Игорь Крутой и мэр Казани Ильсур Медшин. Они подписали соответствующее соглашение. А в эти минуты в пирамиде идет презентация гимна фестиваля. Его спели в рамках отчетного концерта филиала Академии популярной музыки Игоря Крутого в Поволжье. Там сейчас находится и наш корреспондент Альбина Минибаева. Альбина, поймали ли волну зрители? Александр, привет! В студии добрый вечер. Музыка без ограничения возможностей. Это, наверное, основной посыл гимна, который сегодня презентовали на подведении итогов фестиваля Академии поп-музыки Игоря Крутого. На одной сцене в детишке самых маленьких подростков, 3-4 годика, до более взрослых, примерно 16 лет, они пели вместе этот гимн. Ну а за роялью сам маэстро, композитор и продюсер Академии, конечно же, Игорь Крутой. Предлагаю увидеть, а главное, послушать, как это было. На этой сцене выступят сегодня примерно 100 студентов Академии. Рядом со мной Лиза Алексеева. Она одна из шести матрешек, которая в этом году представляла Россию на детском Евровидении. Лиз, скажи мне, пожалуйста, о чем ваш гимн? Ну, о здоровье, о счастье, то, что всегда надо верить в себя. Мечту. Да, про мечту, то, что всегда надо верить в себя, и все получится. Классные слова, я тебе желаю удачи. В этом году фестиваль расширится, он возьмет 6 городов центральных, от Владивостока до Севастополя, но каким будет галоконцерт, мы увидим чуть больше. Спасибо, Альбина. Это была Альбина Минебаева с отчетного концерта. А вечерний эфир ТНВ продолжит программу «Вызов 112». А сейчас спорт и прогноз погоды. До встречи в 21.30. Успейте на чемпионат грандиозных скидок в автоцентр Марка Ниссан. Только в июне заберите свой Ниссан без стилерской наценки. Звоните 4 пятерки 3 единицы. Новый день Новые улыбки Любимая работа Но иногда Мы не замечаем, что все это немного сложнее Для людей с ограниченными возможностями В Татарстане Насчитывается более 80 тысяч инвалидов трудоспособного возраста Хороший вкус приносит удачу В честь 20-летия торговой марки РМ До конца августа покупай колбасы и мясную продукцию РМ с эмблемой акции Регистрируй промокод и участвуй в розыгрыше путешествия и денежных призов Колбасы РМ Удача нам по вкусу Хватит мечтать В автоцентре Марка пора покупать Только до конца июня Японский датсун Ондо Всего за 359 тысяч рублей 4 пятерки 3 семерки Добрый вечер, новости спорт на ТНВ в студии Алмаз Гафиатов Месси, Роналду, Неймар и Салах приедут в Россию Все страны-участницы чемпионата мира определились со своими составами Сразу три игрока Рубина смогут помочь своим сборным Помимо россиян Кудряшова и Граната В окончательный список команд Ирана попал нападающий Сардар Азмун В окончательной заявке россиян числятся 23 футболиста В последний момент оцепили вратаря Рубина Саслана Джанаева Они попали в состав такие игроки, как Денисов, Лушаков, Кокорин Чемпионат мира стартует 14 июня в Москве матчем России-Саудовская Аравия Казань премия дебютный поединок Франции-Австралия 16 числа Если касается амплуа и тренера и вратаря, оно практически одинаковое Никогда не знаешь, что будет во время игры У нас есть базисные вещи во время игры И как тренер ты должен на ситуацию реагировать, менять или не менять систему Ну и естественно, вратарь и игрок все не расскажешь Продолжаем тему Рубин пополнился 21-летним хорватским защитником Филиппом Уремовичем Футболист прошел медицинское обследование и подписал с нашим клубом контракт на 4 года Центральный защитник будет выступать за Рубин под пятым номером До этого Уремович выступал за юношескую сборную Хорватии Клубы Цибалия, Динамо, Загреб В январе 2018 года перешел в Олимпиус, который стал чемпионом Словении Отыграв без замен во всех 18 матчах чемпионата И в одном матче кубка Забил один гол Будут еще новые приобретения Обязательно, потому что ряд игроков покинут команду И покинули уже И поэтому будут новые приобретения То есть клуб над этим работает И в завершении хоккей на траве В очередном туре чемпионата России Динамо-Казань со счетом 3-1 обыграла Одноклубников из Екатеринбурга В составе команды из столицы Татарстана Отметились Исаев, Янкун и Голубев После 10 туров казанцы набрали 26 очков И занимает второе место в табеле о рангах На первой строчке в чемпионате Динамо-Электросталь У них 28 очков Замыкают тройку лидеров Динамовцы из Екатеринбурга Следующую игру казанская команда Проведет 9 июня в 18.00 На домашнем поле Центра хоккей на траве Против Санкт-Петербургского метростроя И это все новости спорта к данной минуте Будьте здоровы и занимайтесь спортом До свидания Здравствуйте! Поговорим о погоде Спонсор выпуска Изготовитель корпусной мебели На заказ Данил Мастер Вам нужен шкаф-купе Качественный, недорогой По вашим размерам Данил Мастер исполнит ваше желание Успейте заказать в июне Со скидкой 20% Данил Мастер, Казань Восстание 23, телефон 2-167-166 Приглашаем в ТРЦ Южный На выставку «Веселые мультяшки» Вас ждут двигающиеся герои Любимых мультиков Справка по телефону 267-39-80 Выставки «Мир динозавров и веселые мультяшки» Открылись в ТРЦ Южный по адресу Проспект Победа, 91, первый этаж Выставки работают с 10 до 22 часов Без выходных По данным сервиса Яндекс Погода В предстоящие сутки на юго-востоке Татарстана Ожидаются дожди и до 20 градусов тепла На северо-востоке республики Похолодает до плюс 16, пройдет дождь На севере республики тоже ожидаются дожди Там температура воздуха составит плюс 16 градусов На северо-западе пасмурно и дождливо И до плюс 15 градусов На юго-западе республики Ожидаются осадки в виде дождя и плюс 15 градусов В центре Татарстана облачно, дождь, плюс 16. Вы хотите получать чистую продукцию в ваших садах и огородах? Вам поможет Россельхозцентр и его биосредства. Здесь вы можете приобрести препараты на основе живых микроорганизмов, полезных насекомых, проверить почву и продукцию на безопасность. От болезней на растениях вам поможет Ризоплан. Россельхозцентр Казань, 277-82-29. Когда сустав болит невыносимо и отказывается работать как прежде, остается заменить его на протез. Медицинский центр «Доктор Ост» предлагает иные современные решения – ударно-волновую терапию и плазма-лифтинг. Благодаря инновационным технологиям стало возможным помочь пациентам любого возраста с проблемами суставов любой сложности без операций и протезирования. В центре могут помочь уменьшить боль, укрепить суставы и повысить их эластичность. Не терпите боль. Запишитесь в «Доктор Ост». В Казани открылся Центр лечения заболеваний позвоночника и суставов клиника «Доктор Ост» на Ямашево-11. Не терпите боль. Вернуться к полноценной жизни – это просто. В Казани пройдет дождь, похолодает до 16 градусов выше нуля. Ветер западный, порывистый. Атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха – 59%. Спонсор выпуска – клиника «Фарм-Т». Лечение аденомы и простатита по европейским стандартам без боли операции на израильском аппарате «Термекс». Телефон в Казани – 292-66-77. Клиника «Фарм-Т». Радиоволновое лечение аденомы и простатита на израильском аппарате «Термекс». Без боли, без операции. 292-66-77. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова